Около 500 переселенцев ожидаются на территории Уссурийского городского округа в этом году. Запланированные данные в крае самые значительные. Столько людей переехали в Уссурийск за все пять лет существования программы. Теперь у межведомственной комиссии прибавится работа, и всем службам необходимо взаимодействовать чаще. Теперь нам в рамках комиссии межведомственной предстоит организовать работу, наверное, уже более на таком уровне, более высоком. Потому что есть для того, чтобы мы могли постоянно находиться в том правовом поле, которое меняется. Существует интернет-портал «Переселенцы», где в скором времени разместится необходимая информация о нашем округе. Варианты трудоустройства, стоимость и места проживания. Вообще, для иностранных граждан, которые планируют стать постоянными жителями округа и впоследствии получить гражданство, сначала предоставляют временное жильё, а затем они вступают в программы на получение постоянного жилья. Гражданин, который сюда приезжает, он уже должен располагать теми актуальными сведениями, которые ему потребуются при заселении на нашу территорию. Прежде чем приехать на нашу территорию, возможные переселенцы должны отправить запросы и необходимые документы в органы миграционной службы, где и проходит предварительный отбор граждан. Вначале обращают внимание на возраст. Другие требования не менее важны. И потом, знание русского языка очень много имеет значения. Потом профессиональная подготовка. Должна быть специальность. Ну, хотя бы средне-специальная, средне-техническая или высшее учебное заведение. Стаж работы тоже смотрю. Среди национальностей чаще всего на постоянную основу уссурист хотят переехать жить граждане Армении, Узбекистана и Северной Кореи. Участникам программы переселения выплачивают так называемые подъёмные средства – 240 тысяч рублей. А тем, кто уже работает и давно проживает в округе и хочет стать гражданином нашей страны, выдают средства в размере 80 тысяч рублей.